привет дорогие друзья сегодня мы с вами будем готовить вместе ужин я решила вот думаю почему бы нам не поготовить с вами вместе тем более хотелось кое-что показать практически все продукты которые вы видите здесь куплены в костка да не практически все а прям вот все это все костка так просто совпало начнет почему-то стал фарш вот таких упаковках новых обычно на подносе было а это прям вот такая большая упаковка на самом деле здесь у нас можно видеть так так килограмм стоит 3 99 вот здесь 2 982 но практически 3 килограмма фарша вот здесь сейчас в этом в этом в этой конфетте мы конечно не будем использовать весь будем использовать но наверное чуть меньше половины где-то вот столько фарша вот этот участок для приготовления баллонеза значит часто можно использовать абсолютно разное мясо естественно говяжий фарш будет вообще идеально вкусный можно смешанно использовать но свиной в данном случае у меня это самый дешевый его любят он у меня есть он размороженный и в общем будем работать с ним значит как я уже сказала фарш обязательно фарш я всегда добавляю монтреал стек спайс это в данном случае очень большая упаковка потому что я ее очень много использую здесь на самом деле есть и крупная соль и в общем-то смесь разных перцев и смесь разных семечек знаете по типу там укропа петрушки вот такие семечки смешанные я обязательно добавляю ее в баллонез она такой дает свою изюминку по желанию я не всегда даю даю безел кто любит немножко он тоже дает немножко такой своеобразный вкус поэтому он не всем может нравиться поэтому я вам поставила как опцию скорее всего я не буду его добавлять вообще в принципе любая зелень сюда пойдет кстати вот еще пойдет кто не любит просто вот безел а хочет какую-то зеленушку либо можно добавить сушеный укроп либо хмели сунели очень хорошо тоже подходит в это блюдо дальше я добавляю узнать я часто покупаю сухой перец в ноуфриле он у них более такой коричневый этот более такой белый у них как бы вышлифованный вышлифованный лук в костка продают ну вот я взяла в этот раз поэтому буду использовать его чопт анион он сухой и также добавляю изюминку вы знаете это в общем то более такое восточная изюминка но многим может понравиться то что сделать блюдо более особенным и вот свиной обычно такой как бы скажем так он не совсем с красками дал это более такой также как и курица также и свинина он менее красочный по вкусам фарш мясо а поэтому мы его вот приправляем такими приправами луком и я добавляю еще с синамон корица корица это по вкусу кто как любит кто больше кто меньше но в общем немножко корицы она такой дает и аромат и вкус но естественно томат томат я разбавляю в литре воды ну и добавляю там по жидкости нужно смотреть потому что все равно что-то испаряется во время приготовления поэтому да важно чтобы было много подливы потому что в этом есть весь прикол баллонеза так что в общем то это были продукты которые я буду использовать сейчас мы приготовим посудину я вам покажу поэтапно что я делаю такая горка у нас получилось из фарша здесь чуть больше четверти и меньше половины упаковки я налила растительного масла вывалила фарш я начну его активно размешивать и обжарили нам нужно его обжарить это еще будет происходить без приправ просто будет предварительная выжарка и обжарка фарша и я вам уже покажу на следующем этапе когда фарш будет готов для принятия в себя приправ я вам показываю процесс у нас прошло примерно ориентировочно 5 минут сначала обжарки обжаривается так что на большом максимальном огне мы никуда не отходим постоянно следим постоянно постоянно следим потому что да выходит сок и нам нужно помешивать чтобы это не превратилось в лепешку да в одно единую чтобы это был просто равномерно прожаренные кусочки мяса постоянно мешаем мешаем перемешиваем и еще все видите еще и сырые кусочки которые не обжаренные мясо конечно же сжимается сокращается в объеме поэтому когда вам кажется что уже много на самом деле немного вот все вот оно разошлось вот вы видите оно еще продолжает обжаривается продолжает выходить с него сок как только у нас дойдет до момента добавления приправ я вас обязательно включу хочу сказать вам что параллельно мы поставили готовится воду кипятить для макаронных изделий в данном случае вообще это блюдо вкусно конечно со спагетти но у нас будут те макаронные изделия которые будут вода уже почти закипает так что это готовится почти параллельно а мы с вами начнем сейчас также готовить первое и на первое у нас с вами будет сегодня луковый суп который у меня уже до есть на канале и подробные рецепты приготовления есть я просто быстро вам покажу еще раз этапы приготовления как говорится на мой лад это как раз тот момент когда фарш уже весь обжарился он уже абсолютно весь обжаренный разъединенный в нем еще есть немного жидкости которая потихонечку испаряется кстати макарошки мы уже запросили у меня такие вот прям не ракушки а маленькие такие макарончики короче увидите потом значит это лук который я приготовила для супа на самом деле у меня будет не очень большое количество лук достаточно ну такой не мелкий хороший средний вот столько луковиц у меня будет для моего сегодняшнего супа а сейчас как раз пришло время приправлять еще первых я конечно не сказала но я обязательно посолю почему не солю вначале естественно мясо пустит ну слишком уж много супа который не хочется чтобы он выпускал вот немножечко соли конечно добавляю корицу как я и сказала тоже не переборщить потому что приправа достаточно специфическая по своему вкусу обязательно добавляем лук конечно же я добавляю сухой но вы можете добавить и естественно свежий лук нарезать и добавить но тогда с него нужно будет начать эту процедуру я не очень люблю вы видите даже прилично насыпала сыпанула лука сухого сейчас моя любимая приправа уже просто идет сразу аромат корицы невероятный и я уже добавляю тоже приправу montreal steak который смесь перцев и всего ее тоже надо не зажалеть не есть даже семена не удастся взять вот семена этой горчицы как она называется дюжон ну не дежон но вы поняли в общем вот это семена горчичная в общем ароматы уже начали сейчас мы вмешиваем это все внутрь мяса тут уже у меня подкипают макароны и как только мы это все перемешаем однородно я начну готовить заправку с ароматной пастой и так заливаем вот это пол литра сейчас залью еще пол литра вот следующий пол литра и тут уже мы перемешаем и будем смотреть по консистенции по времени потому что будет тушиться это еще где-то вместе полчаса сейчас бабусенька да смелс соу год ребенок говорит как хорошо пахнет да это очень вкусно пахнет на самом деле я думаю что корица конечно здесь играет в этом вот блюде именно это нет это не джинджер бред габи потому что и пахнет на грит этот пряник пряником пахнет вот этим рождественским потому что он же пахнет да вот этими всеми корицей всем что что да но это не джинджер бред это мяско вот все сейчас это будет все полчаса еще вместе дружить друг с другом и мы будем смотреть по добавлению жидкости нужно ли нам еще добавить что-то ну вот а тем временем меня ждет вот самое ненавистное как бы в этом луковом супе это начистить весь лук так что сейчас переходим быстренько по чистке лука привет и дождь как твои дела ты расскажешь нам про музыку мы хотим поговорить про музыку не сегодня мы сделаем какое-то с тобой видео там где мы расскажем про наше занятие музыка и сколько ты занимаешься и как бы что интересного в этом для тебя есть люди потому что спрашивают так что с тобой сделаем такую маленькую передачку про тебя да привет принцесса габриэль как твои дела боже мой ты куда ногу так вот застираешь тебя давно уже не видели что ты хочешь сказать всем привет на ты ну уже будем делать когда в следующей зимой хорошо можно сделать так да понятно это и только подарки покупать нужно принцесска наша отдыхает после школы так у нас здесь еще осталось готовится 20 минут нашему баллонезу макароны уже сварились лук я почистила сейчас я буду резать его полукольцами и обжаривать в этой кастрюле ну с толстым дном это одна из тех толстых которые у меня есть одна из кастрюль с толстым дном которые у меня есть да и вот я вот в изображении кастрюли значит лук нарезан прошло 10 минут мне взяла нарезать это чтобы вы понимали еще немного в принципе нужно где-то раза в два больше если вы хотите порцию ну такой нормально вообще чем больше лука тем более такой насыщенный густой получится суп значит тем временем здесь у меня уже для супа растапливается масло примерно здесь где-то я думаю грамм 80-100 можете дать больше не жалейте естественно вместе с растительным маслом сейчас это все вместе хорошенечко растопится и сюда будет добавлен лук который мы должны будем перемешивать и он будет как бы выпариваться вывариваться а потом он будет уже обжариваться как только он станет коричневым таким крамелизир крамелизирован как-то правильно сказать коричневеньким таким красивым мы начнем добавлять туда муку жидкость то есть сначала жидкость затем муку приправы в основном сюда идет основная приправа это соли белый перец и можно немножко паприки копченой она придаст пикантность и еще затемнит немножечко цвет супа хотя затемняет цвет супа также немножко прижаренная или прокаленная мука вот тем временем у нас еще до сих пор дотушивается еще осталось десять минут дотушиваться нашему баллонезу вот а здесь у нас уже сейчас скоро начнет лук готовится для супа лука достаточно много в кастрюле вот чтобы вам было видно о кастрюле лука да а конечно же вы понимаете что как и любой продукт после готовки уменьшается сужается испаряется да то есть конечно он станет в два раза меньше если не больше вот и наша задача вот так вот хорошо перемешать его здесь с маслом чтобы он ведь у нас был такой вот это масло зацепила слой каждой шкурочки каждого ломтика лука и вот мы не отходим отсюда вот мы помешали оставили на две-три минутки и при этом находимся здесь и вот он потихонечку потихонечку при с открытой крышкой прижаривается вот и готовы она сверху выглядит возможно как она чувствуется будет более красная подлива вот но сейчас возможно для кого-то выглядит как макарону по-флотски но поверьте мне это намного вкуснее чем макароны по-флотски макароны по-флотски более сухие а это все-таки с большим количеством подлива просто здесь еще не так хорошо видно вот 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 там вот соус вот такой красненький вот так что приятного аппетита так сейчас тот момент когда все ужарилось и уже даже вот такой коричневый низ становится это нормально это масло выжаривается вы видите лука вообще стало очень мало почти как зажарка выглядит но он уже весь хромилизированный весь такой вот как бы он что-то между вареным и жареным такое вот что-то ночной этом этапе я добавляю соль соли добавляю крупную крупную то есть называется кошер салт здесь соли не бойтесь но добавляйте много после лук очень сладкий сон в конце получается всегда недосоленым и даже сладковатым это не очень приятный вкус как для супа и я добавляю копченой паприки она придаст и цвет и изюминку на вкусе вот все мы это перемешиваем и на этом этапе буквально через минуту я добавляю воду воду добавляете уже в принципе по ходу дела я здесь буду добавлять примерно не больше чем 2 2 литра я вам скажу точно сколько это по консистенции нужно смотреть как вы любите я примерно буду наверно где-то литр литра полтора не думаю даже что 2 значит я добавила получается полтора литра воды и сейчас она на небольшом огне уже будет томиться примерно где-то до тоже 25-30 минут затем я добавлю немного муки хотите можете и прижарить прокалить хотите нет и и все и в принципе на этом будет конец готовки в конце это подается с натертым сыром который хорошо тает и тянется и с сухариками сухариками сейчас покажу сухарики у меня тоже вот такие вот из косточка которые я беру они чесночные с пармезаном их можно использовать для салата в общем для многих блюд но вот мы их в супчик бросаем и натираем сыр так подается лукавый суп еще раз он говорил что подробный рецепт можно увидеть в уже у меня ссылочки я вам дам а еще также вам хочу похвастаться сковородками которые я приобрела тоже вот в косто на этой неделе я конечно хотела купить вот эти rock heritage фирмы которые у меня были до этого сковородки им уже было два года и к сожалению пришлось не с ними расстаться искала их искала но не нашла по хорошей цене в общем поэтому взяла другие тоже с хорошей ручкой которую можно в общем-то с эта ручка помещать в духовку для меня это всегда важно это можно готовить разные быстрые пироги ну и любое блюдо можно доготавливать духовке вот эти две сковороды двух размеров они вот так вот шли вместе в упаковке значит это титаниум и керамика титана керамика вместе плюс такое покрытие немножко перламутровая здесь вообще не нужно масло на них все просто вообще вот летает вот так вот на сковороде ну конечно это пока это все новое понятно что наверное со временем все это будет стираться но я уже поняла сделал для себя вывод что сказал сковороды служит обычно не более двух лет это хорошие качественные менее качественные даже меньше года вот а вот это у меня кстати китченейт набор я покупала он уже здесь обломилась ручка это глубокая сковорода я в ней обычно больше тушу но вот сковородки которые у меня были тоже буквально но маленькая сковородочка до сих пор еще целая а вот большая тоже уже конечно я ее выбросил буквально через полгода вот так что вот что касается сковородок их не фотографии я выставила на своей группе в своей группе в фейсбуке пожалуйста подписывайтесь приглашаю вас туда там можно увидеть более интересные видео те которых нету на канале то есть там такая определенная своеобразная атмосфера комьюнити которую я создаю для своего канала и там конечно есть какой-то более особенный контент которого нету на ютюбовском канале поэтому всем кому интересны немножко более какие-то подробные вещи спросите какие-то интересные вопросы пожалуйста подписывайтесь на мою страничку в фейсбуке с одноименным названием канала по будням с иной приглашаю вас всех так значит сейчас пришло время уже немножечко закидывать в наш луковый суп либо муку обжаренную не обжаренную какую вы хотите но то есть должен быть запуститель я не использую муку я вот купила в костка у меня кстати сегодня это не реклама костка но получается что все продукты которые используют костка вот такой килограмм а констратч это кукурузный крахмал недорого что-то в районе там четырех долларов 4 50 килограмм вот я его сейчас буду разбавлять в холодной воде можно даже добавить немножечко молока это придаст такой кремовый суп и буду заливать для загущения супа вот он будет так вариться еще примерно минуты три-четыре потом я выключен будет настаиваться так значит вот чтобы вам было видно вот эта ложка номер один здесь холодное молоко с водой ложка номер один ложка номер два все больше не нужно это будет слишком здесь там и венечка джелло не не зайчик это не джелло это для супа мама делает для супа все я смешала вот никаких комочков ничего однородная бабы подожди сейчас вот однородная масса можно видеть нету никаких комочков и я заливаю эту жидкость суп все видите даже ничего не осталось на дне сейчас я все это перемешаю видите она добавила немножечко такой более светлый оттенок но все равно супа такой достаточно коричневый такой красный за счет паприки за счет выжарки с маслом очень красивый цвет суп достаточно густой получается несмотря на то что здесь есть только лук а когда это приготовиться будет тарелки туда будет еще значит сыр и заложен и как называется круто ним вот эти вот так не круто он и он будет очень даже густой что буквально две-три минуты вместе она потомиться я его выключаю закрываю крышку я в принципе закрываю раз и все тут мы его наливаем сейчас вот он такой зустоты да очень хорошо вот сейчас я его вот так беру и наливаю в тарелку ого Габи вы такие большие так все вот это я налила теперь что я делаю теперь я насыпаю сюда да вот так я насыпаю крюстики туда вот так вот вот крюстиков и немножечко присыпаю вот так вот в тарелочку показываю куда я сюда вот так вот сыр вот это наш суп готов приятного аппетита кофе тайм блэк кофе заливаем кипяточком заливаем кипяточком помешаем 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 так так сейчас запрашиваем еще немножечко сахара по вкусу мы съем по ложечке помешиваем и готовим кусочек закусочки банана бред тоже из костка по совпадению так вот у нас банана бред отрезаю такой вот достаточно таки приличный кусочек делю его на два мой оператор маленький ушел кушать свой кусочек банана бред поэтому я и снимаю и отрезаю так все это кофе все спасибо что были с нами и покушали вместе с нами а кто еще нет приятного аппетита и до следующего видео пока-пока